доброе утро дорогие друзья сегодня 31 октября последний день этого месяца у нас очень-очень солнечная погода вот такое голубое голубое небо но прохладно я одела ватные штаны вот такую теплую куртку и решила отшлифовать наш камин вон он уже стоит ждет меня на солнечной дорожке буду брать специальную сетку шлифовать чтобы эта пыль не было в доме и вообще у нас в доме так скажем нельзя слишком пылить какие-то проводить ремонтные работы очень чувствительный котел наших к пыли поэтому лучше всего это конечно же делать я уже говорила в отдельном помещении вот этот сарай мы будем утеплять тем же пеноплексом штукатурить делать красивым внутри делать полочки пол чтобы это была настоящая мастерская потому что вы же понимаете я же не могу сидеть без дела я же обязательно что-то придумаю вчера затянула меня шитье это лоскутное еще сшила один лоскуток с ниточкой когда пришивается ниточка потом попозже вам покажу может быть уже сошью блок для наволочки мне так хочется ну хотя бы наволочку сшить чтобы уже видеть какой-то результат вот вчера заказала на озоне нож вот этот дисковые и специальную линейку для пэтчворка спасибо вам большое за ваши комментарии за ваши советы они мне очень очень пригодились я нашла и галучела и забыла таланова да лена таланова вот к ней на канал ходила она рассказывала об инструментах именно у нее я и поняла что лучшая фирма для ножей это олфа японский нож его я и заказала но опять повезло забрала я практически последний нож и последнюю линейку в общем все и линейка и нож я не помню что сколько стоило но за две вот эти вещи 1700 рублей дороговато конечно но есть цены и повыше на эти же материалы то есть нужно искать и на том же озоне все смотреть вчера еще целый день смотрела мол для камина на озоне их очень много ну пенопластовые брать не хочется это уж совсем дешево и непрактично либо полиуретановые либо вы еще какие то есть вот градация между пенопластом и полиуретан еще какие-то они получше попрочнее так и не выбрала друзья столько идей как оформить как так чтобы не было берем так сказать перекосов в сторону но перебор так скажем можно было посмотреть и капитулии вот эти которые совсем такие красивые которые накладываются приклеиваются но я хочу камин попроще просто пару молдов внутри плиточка и все на этом все как же хорошо свежий свежий воздух да друзья у нас перестал вонять вот этот наш завод крахмальный я думаю что мои соседи я имею ввиду соседи по городу это подтвердят вот скажите пожалуйста вы чувствовали с весны запах завода я чувствовала один раз всего может быть за лето один раз и больше я не чувствую я не знаю в чем дело может быть они поставили там какие-то фильтры но завод перестал вонять так что все течет все меняется и это замечательно когда я выбирала дом были грозные комментарии что выбрали где вы выбрали там дышать нечем не знаю мне пока ничего не воняет даже если бы и это этот запах был бы неприятный то это не металлургический завод с его выхлопами это не варшавка в москве тоже с ее выхлопами я как нибудь это переживу крахмал все-таки это натуральное что-то натуральное и это не так для нашего организма вредно вот сейчас вот поверчусь покручусь солнышко не могу прям послепит глаза и пойду работать вот такая у меня терка я вам ее показывала одна единственная сеточка на нее нашлась которая которая хорошая которую лёшек привозил из москвы здесь покупала в нашем строительном плохие сетки таких сеток нет она два раза тирану и заворачивалась а вот это хорошие лёшек в москве поедет выбирать молды для камина столешницу и заказала ему говорю ты купи вот таких сеточек которые хорошие здесь зерно сто двадцать миллиметров и 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 вот таким вот образом чуть-чуть сейчас подровняю и наверное уже буду покрывать финишным слоем витамитом LR+. Думала еще штукатурить, нет. Достаточный слой финишный и все будет хорошо. Ну и также вот эти все неровности сейчас зашлифую, чтобы он был гладенький. Остальные шероховатости конечно же уберет финишный слой и можно уже будет его красить. Вот так вот, не знаю где я буду штукатурить, может быть даже на улице, но щёточкой все это дело, всю пыль убираю и буду штукатурить. Может быть даже пройдусь не финишная, у меня есть еще такая белая штукатурка теплон, видите сколько пыли летит, вот это все бы было в доме. Вот, может быть ею пройдусь, но потом уже витамитом. Наверное сделаю так. Ну вот друзья, все-таки заштукатурила я не финишной, а теплон. Есть такая штукатурка теплон, она вот такого серо-белого цвета. Смотрите как сразу изменился камин. Уже прям вырисовывается. красота. Но посмотрите как изменилась погода. Короче, я думала, ну вот потеплеет немножко туда, после 12 пойду. Хорошо, что я пошла не после 12, а в 10 часов. Вот уже по-моему дождик накрапывает. Но мне чуть-чуть не хватило заштукатурить фундамент. Вот, все на что хватило штукатурки. Сейчас быстренько пойду замешаю немножко. О, шатает, как бы не упал, ветер поднялся. Короче, эту штукатурку, друзья, нельзя много сразу намешивать. Она очень быстро сохнет. Это не плиточный клей. Поэтому работать с ней немножко сложнее, в том плане, что она быстрее сохнет. Я один раз по неопытности замешала много и все выпросила. Ну, не все половину выбросила. Вот. Так что, хоть бы еще часок. Дождик, подожди. Туча, улетай, да? Улетай, туча. Вот. Сейчас... Вот он уже, представляете, он уже почти схватился. Занесу в сарай. Теперь мне торопиться некуда. У меня теперь есть лоскутное шитье. Да и Лешик приедет нескоро со столешницей. И красочку он привезет, ту, которую он красил у себя кухню бежевого цвета. Вот дилемма. То ли в белый его покрасить, то ли в светло-светло-бежевый. Ну, вот приблизительно, как наша пристройка, наш домик. Столешницу покрасить в темно-коричневый под обрамление зеркала. Думаю, что будет красиво. Вот такие планы. Сейчас быстренько дозамешиваю, доштукатуриваю основание. И иду уже заниматься лоскутным шитьем. Ну вот, друзья, готов фундамент камина. Конечно же, опять будем зашифровать. И не знаю, буду я покрывать еще гетанитом. Может быть, и теплона будет достаточно под покраску. Очень холодно. Смотрите, какие у меня руки краснючие. Как бы не заболеть. Помыла инструмент. В холодной воде. И замерзла. Осталось немножко раствора. Залепила. Вот здесь прям была щель. Чтобы все пошло в дело, не выбрасывать же. Зашла в сарай, а там светится вот в этом месте. Вот. Так что сарай тоже надо будет утеплять. Ну, уже решили как. Короче, посчитаем где-то еще около 30 тысяч нужно. Чтобы доделать до ума сарай. Ну, ничего. Это не на один год. Это не на один раз. А сделать, чтобы уже на наш век хватило. Видите, срывается снежок. В Москве, Лешик показывал, уже вообще нет листьев на деревьях. У нас вон кое-где есть еще листья. И тоже был снег и сильный ветер. Ну, вот, видимо, надуло из Москвы. Потому что с утра было солнышко, а вот уже и снег срывается. Не смогла затащить я этот камин, портал, сарай. Надо было сейчас закрыть. Очень вот этот высокий порог не смогла преодолеть. Ну-ка, посмотри. Ну, вот, теперь меньше светится. Так, закрываю. И иду в дом. Надо ставить чайничек, чтобы не заболеть. Фундамент этот камин сейчас занесу в терраску. Затащила камин в терраску. Представляете, посмотрите сколько грязи. Вот здесь, да, это все было бы в доме. Да, сделать камин в доме это вообще не вариант. Надо готовить мастерскую. Так, вот она стоит, моя красавица. Вот здесь, видите, сколько она тащила грязи. Ну, убрать одну терраску это не так сложно, как весь дом. Зашла в дом, посмотрела за погрешностью градусника на 4 градуса. 3 градуса у нас всего. Ну, кто это к нам пожаловал? Разворачиваются. Вот, заварила себе кофеёк. Сейчас сделаю бутерброд с посленым, с вареньем и с посленым маслечком. Помажу хлебушек. Немного перекушу. А здесь заболтала уже тыквенный пирог. Ну, очень вкусный, друзья. Просто очень вкусный. Кто не знает, не видел видео, там я и оставляла рецепт. Все продукты доступные. Сделайте обязательно строго по рецепту. С сиропчиком сверху. Ну, в общем, найдёте. Буду делать пирог. Намазала маслицем. Обязательно с маслицем попробуйте. И варенье из послёна. Боже, какая это вкуснятина, друзья. Вот, без масла не то, но с маслом. Всем приятного аппетита. Ну вот, друзья. Делюсь с вами, что у меня получилось. Ещё один блок. Теперь из джинсы. Этот блок вы уже видели. Всё какое-то у меня. Такое весёленькое в синих морских тонах. По-моему, неплохо. Как, на ваш взгляд. Очень занятное это увлечение. Хочу сразу вам сказать. И мне очень не хватает этих инструментов, которые я заказала. Ну, придут вот послезавтра буквально. И я получу этот нож и линейку. Очень не хватает мне. Вы мне там писали, что необязательно эти инструменты. Существует много техник, которые вот и эти инструменты не нужны. Не знаю. Вот при такой технике, когда нужен чёткий квадрат, когда нужны вот эти вот ровные чёткие полоски, мне не хватает этой линейки, мне не хватает вот этого дискового ножа. Значит, вот таких блоков мне нужно, я уже посчитала на диван для будущей летней веранды, где-то 20 штук. Не знаю, насколько хватит у меня джинсы. Конечно же, эти блоки не будут одинаковые. Я буду их как-то по тонам подбирать, потому что джинсы и чёрные, и светло-синие, и синие. Ну, в общем, как-то буду это всё укладывать. Но, всё равно, я думаю, весёленькое получится покрывало или сидушки, или наволочки. В общем, посмотрю. Пока леплю вот такие блоки, а что из них дальше будет, покажет время. Значит, здесь вот так вот выглядит изнанка. Я думаю, для первого раза неплохо. Может быть, я эти блоки буду сажать на флизелин, чтобы не обтрепывались потом вот эти швы. Потому что прострочить их, это некрасиво, тогда будет на этой стороне. Мне бы не хотелось вот этот шов, чтобы он был виден здесь, с изнанки. Ой, вернее, с лица. Ну, и оставлять открытыми эти швы я тоже не хочу. Либо что-то вообще сплошное, если флизелин не буду использовать, может быть, простигаю на какой-то такой сплошной ткани. Но швы обязательно нужно закрыть. Я хочу, чтобы это стиралось в машине, и чтобы я не переживала, что там что-то осыпется, разойдется шов. Не хотелось бы. Смотрите, какое интересное решение вот здесь вот. Это вот, опять же, эта пряжа. В данном случае вот эта пряжа, это Янард джинс. И заодно здесь немножечко тоже укрепился вот этот шов. Конечно, этого недостаточно. Вот. Вот эта пряжа пошла здесь в ход. Опять же, это пряжа Элеганс. Спонсором был магазин Ярд 21. Помню, что-то я вязала какой-то мотив из этой пряжи. Из книги вот этой японской Шида, которая, Хитоми Шида, вот, вылетела из головы. Сколько там, 240 узоров. Вот остался образец. И из этой пряжи у меня также связана вот такая маечка. Самая обычная. Вот этот узор, я не знаю, я рассказывала или ссылку давала, где я это увидела. Сеточка. Очень люблю эту майку. Таскала ее часто. И уже здесь, в чиплыгине. Она самая обычная, сшивная. Немножко удлиненная спинка. И укороченный перед. Вот. Скос плеча там. Ну и все, в принципе. Пряжа мне очень нравится. Мягкая. Вроде-то толстая. Но в ней не потеешь. Потому что все-таки это хлопок. И вот сейчас эта пряжа участвует вот в этом блоке. Вы видите вот эти вот зигзаги. В общем, друзья, напишите, пожалуйста, как вам такой блок. Нравится вам или не нравится. Очень буду ждать ваши комментарии. Пока с вами говорила, перегрелся мой суп. Вчера варила чисто, в общем, суп овощной. Как-то в светофоре покупала замороженные овощи. Там морковка, горох, брокколи. Ну, этот пакет вот для супа пошел. А где цветная капуста и брокколи, я тушу. И тоже на целый день могу целый день есть сковородку этих тушеных овощей. Очень удобно. Ну, а здесь уже готов очередной тыквенный пирог. Друзья, ну так он полюбился. И так быстро это все готовить. Ну, просто вообще красота. Да еще со своей собственной тыквы, выращенной на собственном огороде, своими ручками, без всяких, безо всякой химии. Это еще в два раза вкуснее. Все, мои хорошие. На этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео. Я надеюсь, вам понравилось, вам было интересно. Кто следит за моей жизнью, за моим творчеством, за моими идеями. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.